Это крупнейший в мире проект гражданской науки. То есть вот сейчас iNaturalist — это самый большой проект, в котором максимальное количество участников, максимальный географический охват и уже максимальный, собственно, научный эффект. То есть iNaturalist — это один из основных источников поставки данных о мировом биоразнообразии, в том числе вот в мировую базу данных по биоразнообразию профессиональную GBIF. То есть это вот больше всего сведения о том, где, какой вид, когда был отмечен, в данный момент собирается именно вот просто людьми, которые являются участниками. Очень трудно прогнозировать последствия каких-то действий, оценивать ущерб или наоборот выигрыш от каких-то действий и так далее. Ну и просто вот без этого любое планирование становится плохо обоснованным, я бы сказала. Все это увязывается с представлением из концепции экосистемных услуг. Экосистемные услуги — это те блага и преимущества, которые люди бесплатно, в целом сейчас это бесплатно, получают из окружающей среды и правильно функционирующих экосистем. По большому счету эти самые экосистемные функции и обеспечиваются биоразнообразием. Соответственно, есть живая система и живущие в ней организмы. Они выполняют свои экологические функции. Кто-то кого-то ест, кто-то фотосинтезирует, кто-то разлагает мертвое вещество, кто-то формирует почву и так далее, участвует в каких-то экологических процессах. И, собственно, полезные эффекты от этих экологических процессов, они примерно все полезны, собственно, жизнь на планете, она обеспечивается функционированием, нормальным биоразнообразием. Соответственно, все, что люди из этого могут использовать, можно считать экосистемными услугами. Ну, про и натуралист я немножко сказала. Вот сейчас больше 130 миллионов наблюдений уже сделано, больше, чем двумя с половиной миллионами пользователей. И, соответственно, эти данные позволяют судить о том, как распределено биоразнообразие, особенно густонаселенным людьми, местам. Потому что понятно, что система iNaturalist, она привязана к людям со смартфонами, соответственно, основная часть наблюдений, это в городах и происходит. Ну, города и ближайшие кистины, населенные пункты. То есть те места, где люди много проводят времени, там же они, собственно, и фиксируют вот эти данные. И, соответственно, распределение биоразнообразия, его функционирование, в первую очередь, в городах, это то, что может быть оценено, иногда, прямо, иногда косвенно, с помощью iNaturalist. Это напрямую связано с тем, какие именно города, и как выглядят города, и как они себя чувствуют, какая в них среда. То, как люди в городах относятся к их, скажем так, к природной основе и к биоразнообразию внутри городской среды. Соответственно, если спросить любого человека, в каком городе он хочет жить, он выберет город зеленый. Это так по умолчанию. Но при этом, как бы, обычно человеческая деятельность приводит к тому, что хотя бы на каком-то этапе город максимально лишен естественного биоразнообразия. То есть, развитие инфраструктуры человеческой, оно противоречит сохранению и развитию, собственно, вот такой, природной части города. Вот, видимо, появление, понимание вот этого дефицита природы в городской среде зависит, собственно, от уровня вовлеченности в, как бы, как это сказать? В общем, уровня вовлеченности и горожан в взаимодействие с природой и их интереса к ней. То есть, мало просто, так сказать, на картинках выбирать зеленый город. Важно понимать, что сделать и как поступать, чтобы конкретно твой город становился зеленее со временем, а не, так сказать, более искусственным, не превращался просто в каменные джунгли. Интересно, что вообще человеческая деятельность, так сказать, в исторической перспективе обычно приводит к обеднению биоразнообразия в том месте, где человек ведет активную хозяйственную деятельность. То есть, например, в сельскохозяйственных ландшафтах для того, чтобы получать максимальную, максимально просто получать некую продукцию биоразнообразия, ну, то есть, вырастить еду себе, люди обедняют среду, выращивая какие-то отдельные культуры. Вот все, все вырубили, выкосили, вспахали и посеяли пшеницу. Соответственно, на этом месте из тысяч видов остается там пшеница и еще немножко. Соответственно, очень бедными с точки зрения биоразнообразия являются как раз активно эксплуатируемые, например, агроландшафты. И это проблема, то есть, вот проблемы, связанные, например, с вырубкой тропических лесов под плантации, это вот прямо глобальнейшая проблема, связанная с чудовищным сокращением биоразнообразия. Но в городах ситуация немножко другая. В городе люди обычно никакие монокультуры не сажают и не заинтересованы в том, чтобы город был беден, так сказать, и давал продукцию только какого-то одного типа. Поэтому, как только город начинает развиваться и обживаться, в нем начинают появляться какие-то, так сказать, зелененные участки, в него со всех сторон собираются ресурсы, в том числе продукты, и в том числе много лишнего всякой продукции, много лишних ресурсов оказывается в свободном доступе. Все это осваивается растениями и животными, и по большому счету через какое-то время городская среда при благоприятных условиях может становиться даже, ну скажем так, более разнообразной, чем примыкающей к городу, скажем, сельскохозяйственной ландшафты. И это интересно, то есть наблюдать за тем, как город осваивается биоразнообразием постепенно, это интересно и важно. То есть, в общем, город может становиться до некоторой степени даже местом концентрации биоразнообразия, ну правда, только той его части, которая терпит соседство с человеком. Так, это, ну, такая схема, которая в целом показывает, как экосистемные услуги определяют, собственно, человеческое благосостояние, тут важно вот для нас, возможно, так называемые культурные, ну, то есть, городское биоразнообразие обеспечивает, во-первых, часть таких регулирующих экосистемных услуг, например, регуляцию климата, сокращение, ну, перегрева, уменьшение перегрева, города, там, кондиционирование воздуха, очистку атмосферы и поверхностного стока, вот это то, что осуществляет там биоразнообразие в городе, а кроме того, в городе, это то место, где мы можем прямо взаимодействовать с природой, получать от нее, так сказать, напрямую удовольствие от этого взаимодействия, то есть вот пошли в парк, насладились прогулкой в парке, это мы получили экосистемные, культурные, экосистемные услуги у того биоразнообразия, которое в этом парке живет. При этом, помимо, так сказать, положительных экосистемных услуг, есть еще так называемые дисс-сервисы, то есть когда биоразнообразие, вообще какая-то природа, некоторые, как это сказать, негативный эффект несет для человека, то есть тут это проблема, потому что негативное человеком воспринимается всегда острее, и тот факт, что, например, в парке можно подцепить клеща или быть укушенным бешеной лисицей, для человека может стать поводом вообще от парка отказаться, от леса держаться подальше, потому что угроза или какой-то риск чего-то категорически неприятного, это гораздо худший, гораздо более сильный стимул для человека что-то сделать, в том числе сделать что-то, избавиться совсем, зачистить в ноль, потому что там клещи живут, например. И вот это проблема, потому что в целом в масштабах например города значение биоразнообразия в основном позитивное, то есть мы даже не видим насколько для нас важно, чтобы здесь все-таки жило, работало и присутствовали как можно большее количество разных видов растений и животных, но при этом достаточно кому-то из них какую-то проявить негативную роль и рисковать начинают все. Вот изменить это отношение, как бы увидеть вот эти положительные стороны, не только отрицательные, вот это в том числе и задача, которую мы перед собой ставим, то есть некоторого просвещения в сфере биоразнообразия. Ну вообще из таких явно негативных эффектов, это просто опасные для человека переносчики всяких заболеваний, это инвазивные виды, такие как например борщик вик и клен ясенелистный, но он такой негативной реакции не вызывает. И например даже птицы, любимые нами, очень у многих городских жителей вызывают негативную реакцию, просто они же все загаживают. Вот они загаживают, то есть то, что они там при этом прекрасно поют, что они при этом выполняют множество других экологических их функций, это за кадром, но вот то, что они например портят памятники, это про них обязательно и напишут, и услышат, им это припомнят. Вот как это компенсировать, как учитывать и уменьшать в том числе и негативное действие биоразнообразия, для этого тоже нужно знать, как оно распределено и как люди с ним взаимодействуют. Некоторым общим решением для того, чтобы примирить в городе людей и природу являются самые разные природосообразные решения, и это вообще тренд во всем мировом, например, градостроительстве и планировании, как именно ввести какие-то природосообразные решения и технологии, в том числе в планирование, например, городской среды. Они могут быть разные и с разными целями. Цели обычно формулируются, ну вот можно их сформулировать, что, во-первых, они могут быть направлены собственно на сохранение биоразнообразия, они могут быть направлены на то, чтобы это биоразнообразие максимально эффективно обеспечивало жителям экосистемные услуги и функции, а могут быть направлены на то, чтобы люди максимально эффективно использовали эти услуги и функции, то есть максимально эффективно взаимодействовали с природой уж там, где она в городе есть. И эффекты от тех или иных природосообразных решений, они обычно, то есть они могут быть, собственно, связаны с тем, как меняется среда и тем, как меняется общество в этой среде. Мне кажется, что использование в том числе гражданской науки, в том числе айнатуралиста, это как раз одновременно по всем направлениям работает. То есть мы и фиксируем и сохраняем биоразнообразие, тем самым обеспечиваем возможность для более эффективного использования экосистемных услуг, и, собственно, люди, которые этим занимаются, они как минимум получают опыт, позитивный опыт взаимодействия с природой. Ну, надеюсь, что вот в итоге, если все это будет делаться, и наша в том числе часть вот эта, связанная с таким общественным изучением биоразнообразия, будет развиваться, ну, вот получим в результате устойчивый, жизнеспособный зеленый город. Это некая идеологическая такая рамка, в которой я мыслю вот эту нашу деятельность. Зачем, за какими объектами важнее и перспективнее всего наблюдать вот самим? Очень хорошо у нас пошло наблюдение за птицами, и, наверное, сейчас можно сказать, что в плане выявления и наблюдения за разнообразием птиц, их поведением в городе, ну, вот мы с этим уже справляемся, то есть мы на данный момент представляем себе, где у нас в городе, кто живет, не то, чтобы прямо уж в штуках можем посчитать, но кто где как себя чувствует и как примерно где основные места, где вот много разных птиц, это мы себе хорошо представляем. Важный объект для наблюдения это древесные растения. Вот древесные растения это такая основа основ, соответственно, иметь представление о том, и они никуда, ну, если их не вырубают, то они никуда не деваются, за ними наблюдать хорошо, соответственно, если мы их зафиксировали один раз, какое-то дерево, знаем, что оно там растет, и через какое-то время, например, оно там исчезло, то это может быть поводом для того, чтобы, например, требовать каких-то компенсирующих мероприятий, потому что весь основной учет, как бы, что такое зеленая инфраструктура и как сохранять биоразнообразие, у нас в стране это все, так сказать, на деревьях построено, то есть вырубить просто так дерево в городе вообще-то нельзя, другое дело, что поскольку нет реестра деревьев, и поскольку никто толком за ними не следит, то обычно доказать, что оно там было, если его вырубили, просто невозможно, или потребовать какую-то компенсацию, что вот у нас было дерево, и оно нам столько-то радости несло, ну вот доказать этого нельзя, а вот с помощью фиксации, в том числе и на Айнатуралист, ну, можно, это вот документирование некоторое, что вот это у нас есть, и это ценность, которую можно использовать. Ну, просто очень хорошо заниматься всяким наблюдением за сроками цветения, тут что важно, что цветущие травянистые растения, во-первых, они в целом отражают распределение ну, как раз такой более подвижной, что ли, части растительного разнообразия в городе, то есть там, где много разнообразных травянистых растений, это скорее всего значит, что там еще и достаточно хорошие почвенные условия, а кроме того, изменения, вот, например, сроков цветения, если их фиксировать, они позволяют, так сказать, достаточно тонкие фенологические карты, то есть в том числе в зависимости от погоды и в разные годы фиксировать, в том числе влияние климата можно таким образом на городскую экосистему проявлять. Ну, про другие виды я, пожалуй, в деталях, про другие группы я не буду говорить, но, скажем так, каждая из вот этих групп, она каким-то образом является некоторым индикатором, некоторым важным знаком, который может позволять судить о каких-то параметрах экологического благополучия, ну, вот в данном случае городской среды. Соответственно, зачем вот горожанам и городу вот об этом всем знать? Во-первых, для того, чтобы определять и использовать места, подходящие для рекреации, потому что тут прямая связь, если некое место хорошо освоено пресловутым биоразнообразием, там большое количество деревьев, там много цветущих растений, там поют птички, то, скорее всего, там и отдыхать можно будет хорошо, то есть даже если оно сейчас не является, например, парком и не принято там отдыхать, то возможно достаточно минимального благоустройства, условно говоря, провести там дорожку, это становится любимым парком, просто потому что вот это место, оно живое. Вот в этом смысле знать распределение разнообразия важно для того, чтобы планировать и проектировать те места, которые могут использоваться для рекреации на природе внутри городской среды. Это каждому любому отдельному человеку полезно в смысле образования и самообразования. У нас это просто провальная так сказать отрасль в России не преподается оригинальное природоведение ни в школах, нигде, то есть для людей в массе характерно вообще, для городских жителей характерно вообще не замечать. То есть то, что называется зеленая слепота, то есть для них шумом является лес. Это не совокупность интересных объектов, а некий просто фон, шум, в котором не выявляется ничего интересного. И это проблема, ее можно решать, если посмотреть глазами натуралиста на всю вот эту пресловутую безразнообразие. Ну, опять же, будет больше людей, которые способны смотреть таким взглядом, будут они пользоваться тем же натуралистом, они соберут те данные, которые позволят уже систематически наблюдать на больших промежутках времени, как в лучшую или в худшую сторону меняется город, в смысле его природного обеспечения, что ли. Можно, если мы фиксируем какие-то данные по каким-то важным участкам, например, описали совокупными нашими общими усилиями, как живность, какие растения есть в каком-то парке или лесопарке, мы можем потом оценить эффекты от, например, благоустройства или застройки, как отрицательные, так и положительные, для биоразнообразия, то есть стало ли хуже или лучше в результате каких-то действий. Если у нас этих изначальных данных нет, то, соответственно, и изменения мы оценивать объективно не можем. Можем на основе этих данных какие-то формулировать рекомендации для тех, кто, собственно, занимается застройкой или благоустройством или заботой о городе. Хоть на уровне двора, хоть на уровне парка, хоть на уровне города в целом выстраивать какую-то природу, собственно, рекомендовать какие-то природосообразные решения, будь о том, кто-то спросит. Что для этого собственно делается нами конкретно? Вот мы проводим экскурсии для всех желающих теперь уже круглый год по разным группам. Каждая экскурсия все равно включает в себя вот эту часть по фиксации биоразнообразия в той точке, куда мы пошли на экскурсию. Надо сказать, что важной частью является то, что эти экскурсии платные и то, что их так много. Дело в том, что именно это сочетание, что вот как к вам люди платят за то, чтобы вы им показали птиц в городе, это то, что действует, например, на застройщиках. Это показывает наш, ваш платежеспособный спрос на то, чтобы в городе была природа. Вот если бы мы это все, так сказать, просто, а вот у нас есть, нам не жалко, всем подарили, это бы такого эффекта не имело. А сам факт, что на этом кто-то может зарабатывать, это то, что заставляет слушать тех, кто принимает решения. Потому что это однозначное свидетельство о том, что появился платежеспособный спрос на природу в городе. То есть вот тут это важно понимать и чувствовать, что это не просто так все, не просто для того, чтобы мы могли на этом заработать. у нас есть некоторая база, то есть те места, в которые мы приходим регулярно в основном с орнитологическими экскурсиями и по которым довольно приличные уже данные собраны. У нас есть довольно обширное сообщество, другое дело, что оно вот тут не полностью, прямо скажем, представлено. И на самом деле, так сказать, зрителей и каких-то таких пассивных и пассивно интересующихся людей гораздо больше, чем тех, кто готов участвовать активно. В этом смысле у меня большая просьба ко всем, кто таки пришел. Во-первых, спасибо, что вы пришли. Это значит, что вы активная часть нашего сообщества. Во-вторых, чем больше удается вовлечь еще кого-то в какую-то активность, позвать с собой на экскурсию, позвать, участвовать в CityNH Challenge, о чем я сейчас скажу, тем более, больше это вообще будет звучать, потому что вот этот актив, так сказать, сообщества натуралистов, он пока недостаточен для того, чтобы наш полуторамиллионный большой город с множеством экологических проблем, ну, так сказать, его, например, просто изучить с точки зрения того же биоразнообразия. Нас активных таких пока недостаточно. так, теперь, собственно, про и натуралисты, буду я сейчас уже, надеюсь, что это уже пошла последняя треть выступления. Вот так выглядит в целом активность натуралистов, пользующихся этой платформой в мире на данный момент. Можете видеть, что Россия, хотя и освоена достаточно неплохо, но все равно по сравнению с, скажем так, многими другими регионами, пока изучено и освоено недостаточно. И вот я не взяла эту статистику, не вытащила, сколько из этих двух с половиной миллионов по миру наблюдателей такие в России. Вот как выглядит карта. вот у них вот такая карта, простите, тут все заслонено, но вот это те города, которые участвуют в City Nature Challenge, то есть в этом едином дне учета городского биоразнообразия по миру в этом году. Вот тут видно, что Екатеринбург, вон он там, аж вылез один на всю территорию России. Ну, думаю, что на самом деле это хороший знак. Вот не было бы нас и нашего сообщества. Скорее всего, в этом году вообще никак бы не прозвучала тема биоразнообразия городов России у нас в связи с этим замечательным глобальным явлением. Потому что в целом вот то, как выглядит эта карта показывает, насколько это общие проблемы и насколько это общая тематика для всего мира. То есть в целом урбанизация по всему миру привела к тому, что городские жители стали проявлять интерес к городскому биоразнообразию. Так, это собственно подготовленный проект на платформе iNaturalist, про которую дальше расскажет Иван, что это за платформа и как ей пользоваться. Тот, который будет в этом году. Значит, что тут про него можно сказать? Во-первых, можно сосканировать такой вот этот QR-код и прямо сразу подключиться к проекту, если вы будете, хотите в этом участвовать. Сколько он будет длиться? Вот он будет длиться 4 дня с 28 апреля по 1 мая, потом еще несколько дней на загрузку наблюдений. Что это значит? Это значит, что в эти дни все фотографии, записи, сделанные с помощью приложения iNaturalist или загруженные на сайт на вот этой территории, которая вот тут, то есть, вот это административные границы Екатеринбурга. И достаточно правильно загруженное наблюдение и определенное вот поступит вот в эту, в этот проект и будет участвовать в соревнованиях с другими городами. Так, всего 13 дней остается. Кто является собственно администраторами этого турнира у нас здесь? Это 3 человека, они все здесь, все сегодня выступают. И я хочу обратить ваше внимание, что вот я и у меня всего вообще-то на все айнатуралисте, при том, что я первая вообще стала его тут пропагандировать всем, всего 255 наблюдений. То есть, я сама вовсе не активный пользователь, я пропагандист и популяризатор, но поскольку есть Иван Александрович, мой супруг и фотограф дикой природы, все собственно нагрузка по фотографированию и загрузке наблюдений в основном на нем. А еще есть совершенно замечательная Дина Вильевна Нестеркова, которая просто рекордсмен у нас в регионе по пользованию этой платформой и то есть абсолютный чемпион и лучший знаток того, как этим надо пользоваться. Вот ее выступление мы сегодня тоже услышим. Надо сказать, что все мы трое биологи разных причем специальностей, так что можно сказать, это вовсе не во всех городах так, что у нас кураторами этого турнира являются именно профессиональные биологи. Так, это несколько слайдов, как вообще у нас появлялась, развивалась айнатуралист, просто по годам вот можно смотреть сверху, какие цифры, то есть вот впервые кто-то что-то стал наблюдать в 17-м году, в 18-м всего 122 вида, а вот в 19-м, когда мы уже стали об этом как-то активнее разговаривать, то вот число наблюдателей выросло до 90 человек и уже было выявлено этими людьми 647 видов, дальше больше, и на данный момент, так, ну вот на 22-й год, только в городе уже почти 500 наблюдателями было выявлено почти 2000 видов. На самом деле это в основном наблюдение, так сказать, размазанное в течение года, особенно в теплый период, то есть собственно активность именно связанная с City Nature Challenge у нас как раз не очень большая, у нас это скорее в целом такое размазанное наблюдение, но хотелось бы, чтобы была и вот эта точка сборки, то есть вот этот момент, когда максимальное количество людей одновременно что-то делает, одновременно наблюдает за природой, раз уж это такое глобальное явление, конечно, у нас скорее такое следовало бы делать в июне, но раз уж во всем мире делают в начале мая, ну вот будем в начале мая. Это несколько научных статей, которые показывают, ну вообще их наличие, что это эти данные, которые люди собирают с помощью iNaturalist, они востребованы научным сообществом, причем не только для того, чтобы собственно какие-то выводы о растениях и животных или о биоразнообразии делать, но и для того, чтобы делать какие-то выводы о поведении людей, взаимодействии людей с этим самым биоразнообразием. Теперь конкретнее, куда идти, чтобы что-то интересное найти, сфотографировать и загрузить. Во-первых, далеко не только в сады, скверы и парки. В городе помимо этих принятых для взаимодействия с природой мест, есть еще всякие интересные места, где могут расти, летать или ползать какие-то интересные растения и животные. Это всякие заброшенные территории пустыри. Это поймы водоемов, вокруг водоемов всегда повышенное количество всяких разных живых существ тусуется. И хорошо бы все водоемы в городе оценить, в том числе с точки зрения того, где больше, где меньше всякой водной, околоводной живности и растительности. еще есть такие совершенно по факту заповедные уголки, которые при этом так не оцениваются обычно горожанами. Это кладбища городские. Обычно городские кладбища, особенно старые, особенно зеленые, это тихая зона, которая очень хорошо осваивается, в том числе птицами. И на самом деле сочетать разные функции для этих территорий звучать может странно, но вообще это готовые заповедники в городе и с такой точки зрения их оценить тоже имеет смысл. Поэтому я думаю, что в этот City Nature Challenge мы попробуем по крайней мере старые городские кладбища обойти и с этой точки зрения оценить. хотя бы как-то. Так, это результаты выжимка участия Екатеринбурга в City Nature Challenge в прошлом году. И вот тут я хотела обратить внимание на две вещи. Во-первых, на то, что у нас при том, что в целом в городе порядка 500 наблюдателей есть, то в City Nature Challenge приняли участие в прошлом году всего 50 человек. Это мало. И хорошо бы, чтобы было больше. И тут и наш грех есть, потому что мы сами не участвовали. Мы уехали, и City Nature Challenge проходил без нас. И его на своих хрупких плечах вытянула Дина, которая сама лично за 4 дня больше 2000 наблюдений сделаны. Нашла в городе больше 400 видов всяких разных. Но не она одна. Слава Богу, были и другие помощники. И тут интересно, что первая десятка и по числу наблюдений, и по числу видов, это не те же люди. То есть вот есть те 10 человек, которые активнее всего участвовали и в смысле просто количество зафиксированных вот этих сделанных фотографий. И они же и максимальное количество видов каждый нашли. Так. А второе, на что бы я хотел обратить внимание, это то, как у нас распределены по группам живых организмов наблюдения. и если конкретнее, то у нас очень хорошо выявляются птицы. То есть вот есть у нас специфика, потому что поскольку наше сообщество развивалось изначально именно как сообщество бедвочеров, то вот птиц мы всех обязательно, но птиц не очень много по количеству видов в принципе. Гораздо больше в принципе видов беспозвоночных животных, насекомых и пауков, а их обычно никто не фотографирует, вернее фотографирует не очень. в больших количествах и очень много растений. Растениями вот скорее всего можно было бы наблюдая растения выявить гораздо большее число видов. А еще есть совершенно неохваченные группы, например, те, кого можно наблюдать только с помощью сильно увеличивающей техники, например, микроскопов. Вот в прошлом году вообще ни одного наблюдения микроскопического объекта City Nature Challenge не было, но мы с тех пор стали делать экскурсии с микроскопами. И я думаю, что в этом году мы еще и микро вот эту всякую живность зафотографируем и добавим. Она может очень сильно увеличить число наблюдаемых и выявляемых выявленных видов. так. Это то, как были собственно распределены географически наблюдения в прошлом году. И если посмотреть, то видно, что это ну просто прям конкретные чьи-то в основном гины и не только походы. То есть, когда человек идет по определенному маршруту и все фиксирует по пути. При этом есть огромные территории города, которые вообще никак не охвачены даже единичными наблюдениями, потому что город у нас включает большую площадь, то есть административные границы города включают еще большие площади вокруг. И, например, там Верхнемакаровское водохранилище и Верхесецкий пруд и Чусовское озеро. Это все входит внутрь городской черты, но туда даже никто не заглядывал, а можно бы и заглянуть. В этом году может быть у нас все-таки получится запланировать выходы хотя бы активных участников City Nature Челленджа таким образом, чтобы мы более равномерно охватили перспективные территории вокруг города, которые может так бы без повода и не поехали бы никакое разнообразие смотреть. Соответственно, чтобы в этом году выступить лучше, чем в прошлом, предполагаем составить некоторый план групповых выездов. Это будет у нас в группе Екатеринберд, то есть как бесплатные экскурсии, но это не экскурсии, это как собираем группы для того, чтобы сегодня мы осматриваем такой-то лесопарк, завтра следующий, тут поехали на Чусовское озеро, чтобы это не в одиночку, а хотя бы в несколько смартфонов, глаз, ушей, фотоаппаратов фиксировать, что есть в разных интересных местах. Во-вторых, очень прошу всех, кто здесь присутствует, сделать все возможное, чтобы хоть кого-нибудь притащить, нового, кто этим еще не занимался, чтобы все устанавливали сам натуралист и попробовали, потому что City Nature Challenge это не что иное, как повод попробовать себя в роли натуралиста. Мы попробуем обратить пристальное внимание на ранее непопулярные группы организмов, соответственно, брать с собой микроскоп, например, и переворачивать какие-нибудь камушки, в общем, поискать то, чего раньше особо не искали. Прошу не гнаться за собственным числом наблюдений как таковых, то есть, условно говоря, не фотографировать всех-всех-все математичей и всех воробьев, которые будут доступны, но как бы в индивидуальном наблюдениях стараться максимальное число видов с максимальным каким-то географическим охватом попробовать найти. Ну и надеюсь, что в этом году у нас получше будет с некоторой экспертной поддержкой. Собственно, для этого мы эту встречу организовали, и здесь присутствуют несколько специалистов по разным группам растений и животных. Возможно, они сегодня что-то прокомментируют, как, например, правильнее снимать тех или иных представителей, чтобы их можно было определить, и что они подключатся и к определению тех наблюдений, которые будут сделаны, потому что понятно, что по отдельным росточкам или там по фотографиям насекомых, ну, обычные участники чаще всего видовую идентификацию провести не могут. Так, это все, о чем я хотела сказать, вернее, как, это все, о чем я успела сказать, наверняка я что-нибудь забыла, в том числе, из того, о чем хотела поговорить или сказала неудачно, но вот мое выступление на этом заканчивается. Я, наверное, сразу передам слово без вопросов к Ивану Александровичу. Так, ну, я сегодня буду концентрировать свое внимание на очень практических аспектах, то есть, по сути дела, это будет некий минимальный набор знаний и умений для того, чтобы вообще войти в тему использования iNaturalist не буду затрагивать многие его функции, как бы, если человек втянется, то он потом это либо сам разберется, либо спросит, вообще материалов очень много, поэтому, вот еще раз повторюсь, это будет некий стартовый пакет участника CityNature Challenge, скажем так. Значит, Нина уже сказала, что такое CityNature Challenge, кроме того, что есть проект на iNaturalist есть целый сайт этого биоблица, там также есть много всякой информации и результаты прошлых лет и обучающие материалы, правда, все на английском, но, опять же, переводчики справляются вполне неплохо с этими данными, если кому-то интересно, и на русском языке кстати тоже есть много и видеоматериалов и текстовых, вообще обучающих каких-то таких докладов было много, но это никогда не лишнее, пока еще не все этим пользуются и все время как-то по-новому получается это рассказать, поэтому такое повторение. Значит, для начала, iNaturalist существует в двух видах, то есть это мобильное приложение и веб ресурс, которые отличаются неким функционалом, то есть для того, чтобы начать им пользоваться, сначала надо либо зарегистрироваться, точнее, в любом случае надо зарегистрироваться в приложении или на интерфейсе, вот тут я на всякий случай все QR-коды на ресурсы выложил, чтобы их можно было потом по ним перейти. Значит, самая главная регистрация, то есть я буду акцентировать свое внимание на такие особые условия, которые требуются для того, чтобы данные загрузить и чтобы их могли потом использовать все. То есть при регистрации по-моему до сих пор не решена проблема, единственная сложность может быть, если вы регистрируетесь с почтой Mail.ru или Яндекс.ru, то эти ящики с самого начала пошло, айнатуралист может посчитать ненадежными какими-то, в общем, проблемы бывают в регистрации и по-моему я не слышал о том, чтобы эта проблема была решена. Поэтому если вы регистрируетесь, то лучше, конечно, иметь Google аккаунт или другие какие-то почтовые сервисы. Далее, что важно, лучше указать перерегистрации, чтобы не забыть об этом потом. Ага, вот поставить такую галочку, что вы выбираете такой способ лицензирования своих фотографий или записей звуков, которые позволяют потом некоммерческое использование как раз этих наблюдений, что имеется в виду. То есть, есть много типов лицензий по использованию как-то некой авторской продукции. И вот только первые три позволяют вашим наблюдениям потом пойти дальше и принести какую-то пользу науке, а не только потешить чувство собственного величия, что вы сделали красивую фотографию и вам ее определили. Значит, есть некие особенности требований в конкретно участие в CityNature Challenge. То есть, понятно, что это регистрация на платформе iNaturalist. По-моему, только в некоторых странах есть какие-то побочные платформы, но весь мир в принципе это делает на iNaturalist. Если вы делаете фотографии одного и того же вида в каком-то одном и том же месте, их надо объединять в одном наблюдении, это я расскажу позже. CityNature Challenge нацелен на выявление дикого биоразнообразия в городе, поэтому домашние животные, культурные растения в зачет не идут и при регистрации на выявление там есть галочка, что это что-то домашнее. Ну, соответственно, указание места съемки, чтобы это было понятно, что оно сделано в городе и хотя бы предварительное определение, это опять же я потом чуть позже расскажу. И в общем мы, конечно, призываем присоединиться к проекту CityNature Challenge в Екатеринбурге на iNaturalist но если ваше наблюдение будет удовлетворять всем этим требованиям, оно все равно автоматически пойдет нам в зачет. Ну и повторение в картинках, то есть кошечки, собачки нет, но, кстати, дикие собаки, по-моему, дина можно, да, то есть вот если она в лесу, нет, все равно не идет. Значит, нет. елочки, березки рядами в дендрариях зоопарке тоже не подходит. В общем, ну это как бы надеемся на совесть наблюдателей, потому что всегда есть некий момент добросовестности, ну это иногда можно выявить, иногда нет. понятно, что если какой-то вид, который в принципе у нас здесь не растет, то вызывает сразу же вопросы, где же вы его сфотографировали. Опять же, если есть геотек, и он стоит в дендрарии, то вопрос снимается. Итак, значит, мы переходим, в общем-то, к самой главной практической части, как делать наблюдение. То есть единица, основное действие, которое можно сделать на натуралисте, это загрузить свое наблюдение какого-либо организма. Это можно делать либо через мобильное приложение, либо на веб-интерфейсе. Вот сейчас по очереди, пошагово, я немножко расскажу, то есть как это происходит сначала в мобильном приложении, то есть когда вы уже зарегистрировались, вот такая стартовая страница, у меня здесь уже есть фотография, если вы впервые, у вас ее там не будет, то этот незаметный плюсик говорит о том, что вы хотите сделать новое наблюдение какого-то организма, при его нажатии выпадает меню, и вы можете либо прямо сейчас сделать фотографию, либо выбрать уже из имеющихся фотографий у вас с галереи, либо сказать, что у вас нет фотографии, или загрузить звук, или записать его. Соответственно, когда вы выбираете, что сделать, делаете это, ну, фотографию, вот переходите на такую страницу в общем-то оформления этого наблюдения, когда у вас есть только пока еще фотография, но неизвестно, что это, и неизвестно, где это. Но если у вас включена функция GPS в телефоне, обычно координаты подтягивают сюда автоматически, но я рассмотрю сложные случаи, когда эта функция выключена. Значит, перво-наперво, чтобы показать, где вы это сделали, то есть нажимаете соответственно нужную кнопочку. И далее, есть два варианта. Вы можете либо найти конкретный пункт по текстовому запросу, он понимает русский язык, либо просто на карте увеличить и долистать до того места, где вы это сделали. Но так как начинает он обычно где-то в западной части Африки, то на телефоне это вообще долго очень скролится, поэтому рекомендую использовать текстовый набор. Далее, здесь вы указываете просто здесь примерно хотя бы где вы это делаете и далее зуммированием карты вот внутри этого кружка просто определяется точность того, где вы это сделали. чем выше точность, не сказал бы, что это лучше, но приятнее, когда можно сказать, что я сфотографировал этот цветочек вот здесь плюс-минус там два метра, а не плюс три-четыре километра. Далее нам надо понять, что же мы снимали. Прелестное свойство Айнатуралиста в том, что там реализовано нейросетевое определение организмов, которое в принципе достаточно неплохо справляется почти со всем. И вот просто когда вы нажимаете на поиск видов, он начинает вам искать. Во-первых, что видели здесь и на что это в принципе похоже. Вот он мне выдал типичные эпифитные лишайники и конкретно вот это вот. Какая-то эверния мезоморфная. Но я имел в виду не ее на самом деле на этой фотографии. Не видно, но там другой лишайник. Поэтому я выбрал большую группу грибы. То есть вообще в принципе я рекомендую всем начинающим выбирать какую-то большую группу. не до вида. Потому что бывает так, что выбрал что-то не то, пришел эксперт, который не очень эксперт, просто подтвердил ваше определение и в итоге оказалось, что вид определенно неверно. Поэтому в каких-то случаях, когда я сам сомневаюсь, я выбираю от рода и выше. Ну в данном случае на уровне царства я решил остановиться. Ну и все. То есть когда мы сделали некое определение, указали где это, мы нажимаем вот эту галочку, все. Наше наблюдение, вот оно появилось в системе. На компьютере как это делается? Вот ваша страница опять же. Тут есть тоже замечательная зеленая кнопочка загрузить. Нажимая ее, вы попадаете на такое информативное окно. Дальше все очень просто. вы либо нажимаете на кнопочку выбрать файл и идете в нужную папку и выбираете. Принципиальное отличие загрузки наблюдений на веб-интерфейсе от мобильного приложения то, что вы можете загрузить сразу же много наблюдений. То есть если на телефоне вам приходится каждое наблюдение отдельного вида загружать по очереди, то тут если вы сначала нафотографировали, потом вечером можете прийти и все разом все картинки, которые сделали загрузить и тем самым нужно сэкономить достаточно много времени. Поэтому я вот телефоном почти не пользуюсь в очень исключительных случаях, когда вот хочется прямо сейчас узнать, что же это у меня такое. Значит, можно либо выбрать либо просто перетащить из проводника картинки и вы попадаете на следующее окно. То есть по сути дела это все отдельные как бы экранчики мобильного приложения. у меня здесь сразу же были геоданные записаны с фотоаппарата. Значит, сразу же тогда оговорюсь, как можно указать местоположение вашего наблюдения. То есть понятно, в телефоне, если у вас включено геопозиционирование, они подтягиваются автоматически. Если вы фотографируете фотоаппаратом без функции GPS, то вам остается либо запомнить, где вы это сделали и потом указать, либо есть возможность во время вашего хождения записывать трек просто на каком-то GPS-устройстве, тоже на телефоне, еще чем-то. Потом в программе Lightroom еще, по-моему, есть какое-то, я не помню, приложение, можно соединять фотографии с этим треком. Они по времени синхронизируются и проставляют координаты конкретной фотографии. Значит, теперь по поводу уже работы с наблюдениями. Как я говорил, наблюдение одного вида в одном месте следует объединять в одном наблюдении. Значит, вот у нас есть одна птичка, сделанная в одно и то же время, но это одна и та же птица. Значит, что с ней надо делать? Это все выделяется, то есть мышка и контрл-мышка, то есть с контрл мы выделяем отдельные фотографии и нажимается кнопочка объединить. Вжух, и вот у нас это наблюдение, в котором две фотографии. Все. Можно сделать и обратное, то есть если у нас на одной фотографии два вида, вот тут плохо видно, тут у нас чемга и вот здесь андатра тусуются, то можно наоборот выделить это наблюдение и нажать кнопочку задвоить. Вжух и у нас становятся два наблюдения, к которым мы присвоим потом разную идентификацию. Значит, как здесь происходит геотегирование? Стоять. Значит, опять же нажимается на это меню и опять же тот же картографический интерфейс. Здесь мы можем также, во-первых, указать текстовый поиск, либо мы можем, если мы все время делаем все в одном месте, мы можем закрепить, запомнить некоторые наши положения и потом очень быстро их выбирать. Ну, а также можем просто, опять же, найти нужное место на карте, ткнуть мышкой, у нас появляется широта, долгота, и тут мы уже на самом деле точность можем задавать не только масштабом карты, но и просто вручную. то есть, ну, тут я вручную и задал, просто нажал первые попавшиеся цифры. Также мы здесь можем определить открытость этого местоположения, то есть, если мы имеем дело с какими-то редкими видами, которые лучше бы никому особо не открывать, есть виды, которые автоматически закрываются, их местоположение, но также мы можем сами взять и сказать, нет, это больше никто не будет видеть, кроме меня или администраторов проекта. Ну и все, когда мы все это сделали, нажимаем обновить наблюдение и у нас появляется координата соответственно в меню местоположения. И далее уже опять же нам надо всем нашим наблюдениям раздать имена. То есть вариант один, самый простой, мы тыкаем мышкой в окошко название вида, нейросети думают и предлагают нам варианты. Вот опять же они обычно достаточно неплохо угадывают, то есть такие виды яркие, то есть и мы можем, ну я знаю, что это черноголовый щегол, я выбираю щегла, можно выбрать просто рот, и потом к вам придет эксперт и скажет, что это черноголовый щегол. все значит после того, как все поля заполнены, все везде, даты, даты, кстати, тоже можно, иногда бывает, что дата не прописывается, ну тоже все вручную ставится, или хочется отвезти наблюдателей, каких-нибудь охотников за редкими видами, чтобы они не нашли в череде ваших наблюдений в одном месте что-нибудь редкое, можно тоже изменить дату на какую-нибудь другую, и все, нажимаете подтвердить 14 наблюдений, если вы забыли что-то заполнить, то вам система скажет, а вы не все заполнили, и вам придется искать, что же вы не заполнили. Кроме того, значит, можно писать каждому наблюдению примечание, если вам хочется обратить на что-то внимание, или если у вас там два вида, вы задвоили наблюдение, и неясно какой вид в данном наблюдении вы имеете ввиду, вы можете написать, вот я имею ввиду птичку с левой части кадра, или вот это наблюдение для как раз вот той зверюшки, а не знаю, там цветочка. Все, вы загружаете все наблюдение, и дальше уже наступает работа экспертов. Суть поддержания некой надежности определения видов вайнатуралистики в том, что наблюдение приобретает так называемый исследовательский статус, то есть подтвержденный вид, когда две трети экспертов сойдутся в одном мнении. То есть сейчас я дальше тоже покажу разные примеры. То есть если вы дали некое наименование этого вида, эксперт сказал, что да, это действительно он, то хватает двух человек всего. То есть все наблюдение имеет исследовательский статус. Если вы указали только до рода, а эксперт указал до вида, то нужен еще хотя бы один эксперт, который подтвердит определение первого эксперта. Ну и соответственно бывают ситуации, когда определение больше десятка, и пока две трети их не наберется. Вот это наблюдение никак не может выйти на исследовательский уровень и уйти потом дальше в науку. Значит, в принципе эксперты на натуралисте делятся на три большие группы. То есть эксперты, которые действительно эксперты, которые по маленькому куску левого крыла могут понять, что это была за птица. Действительно специалисты по разным группам организмов есть, они достаточно активно работают. Вторая группа, я себе к ним присчитаю, то есть такие эксперты, которые что-то знают точно, но достаточно на таком уровне обывательском. Я микробиолог, но птичек допустим полевого домового воробья отличу и могу их определить. И есть эксперты, которые являются на самом деле по моему мнению некие проблемы и натуралисты, которые подтверждают все, что видят. То есть даже если вы неправильно указали, они подтверждают, если это как-нибудь потом случайно не выловят, то может уйти с неправильным определением. К счастью, скорее всего, доля таких определений небольшая. Ну вот, то есть в принципе, если даже фотография достаточно плохая, тут эксперты могут понять, что это был гоголь, а вот здесь это же у нас длиннохвостая синица. Но бывает так, что вот вроде бы фотография есть, а дискуссия разворачивается очень большая. То есть у меня тут так не пришли к выводу, кто же это на самом деле был, хотя я там выкладывал даже полноразмерные фотографии. Вот это некая социальная составляющая как раз айнатуралиста, это же соцсеть для для ученых тоже, как бы считается, и для гражданских ученых. Вот в данном случае можно спрашивать совета у экспертов, то есть там тегивы их ники, как во всех мессенджерах и соцсетях. А иногда бывает даже, что фотография достаточно неплохая, но вот есть большая группа организмов, что у животных, что у растений, которые просто так не определишь, и вот они тоже остаются неопределенными, поэтому тоже к этому надо быть готовыми, но по возможности стараться облегчить жизнь экспертам, то есть сейчас я дам несколько советов, как же это сделать с точки зрения птиц и других животных, то есть понятно, что не каждый раз можно сделать некое идеальное наблюдение такое сферическое в вакууме, то есть когда птица сфотографирована с разных ракурсов в хорошем качестве, потому что вообще животные любят двигаться, поэтому надо стараться все равно делать вот если что-то прыгающее скачет, пытаться все-таки сделать разные ракурсы, даже если это будет не очень качественно, это все равно поможет эксперту потом по ему известным признакам все-таки определить, что это было. Во-вторых, если у вас на фотографии более двух видов, то желательно как-то потратить время, да, в данном случае идет речь о том, что приходится радио науки тратить свое время, прилагать некие усилия, ну вот отметить кружочком, некоторые определяют ставят стрелочку, опять же, можно просто это сделать в текстовом поле описания, где я показывал, то есть там третья утка справа, во втором ряду снизу, ну да, тоже такой вариант есть, но все-таки желательно помогать эксперту как бы приводить некие дополнительные сведения, которые помогут ему, во-первых, понять, что конкретно вы хотите, и не сначала узнавать, а кого же вы все-таки тут имели в виду. Далее, что еще требует неких усилий, то есть понятно, что особенно в наших условиях, когда 300 дней может быть паспорная погода, мы фотографируем в лесу, и вот у нас такая птичка, ну да, можно сказать, что это птичка, но если приложить там, на самом деле дело полуминуты, даже в бесплатных программах, чуть-чуть ее, во-первых, обрезать, чтобы она была ближе, чуть-чуть убрать, добавить экспозиции, то сразу же видно, что вот это у нас синица-московка, а иначе бы это было неопределимо, то есть понятно, что птичка, скорее всего, синичка, ну и все, но даже если она, если даже птичка, удалось ее сфотографировать близко, не всегда понятно, что это такое, то есть вот это, опять же, зачем нужно тратить время, немножко магии, вот, пожалуйста, это такая прелесть получается, и вопросы отпадают сразу же, кто это, не надо, а на самом деле у экспертов есть возможность добавлять яркости, но это не всегда помогает, то есть там есть отдельная кнопка, так, далее, теперь уже к практическим, еще более практическим, но общим частям, чем лучше фотографировать, то есть на самом деле создатели iNaturalist сейчас в основном продвигают идею, что это приложение для натуралистов со смартфонами, почему, ну потому что все-таки смартфоны есть у всех, они обладают некоторыми преимуществами, но и некоторые недостатки у них есть, но на самом деле все, что у вас есть, все подходит, всем можно делать хорошо, сейчас я приведу примеры, то есть вот, если у вас просто обычный фотоаппарат с обычным объективом, не какой-то дальнобойный или мака, им все равно можно делать хорошее наблюдение, то есть любых групп животных, вот тут у меня даже в итоге определили, что он, что уж пискаря скушал, по поводу смартфонов, то есть смартфон, особенно современные смартфоны, они могут вообще очень много, то есть, во-первых, ну птиц, вот пожалуйста, птицы тоже хорошо фотографируются смартфонами, потом разрешение их позволяет вырезать и увеличивать и становится понятно даже, что это за птицы. Другие группы животных тоже прекрасно фотографируются с смартфонами и даже не успевают куда-нибудь сбежать, вполне возможно, возможно, если организм это позволяет, вот его как-то повертеть, обойти с разных сторон. Ну и, соответственно, некие лайфхаки, то есть, приставить к телефону бинокль, это тоже вам позволит сделать что-нибудь этакое. Дальше. Несмотря на то, что у нас здесь особо никого нет, все-таки технику безопасности при общении с дикой природой все равно надо соблюдать, у нас лисы бегают, они бывают всякими, у нас карантин даже в некоторых районах города был введен по бешенству, то есть, понятно, что даже белка может переносить бешенство, но ладно, вот такая белка, она не прокусывает палец, это маленький или бельчонок, но взрослая белка вполне может прокусить. Ежики у нас, по-моему, в городе не наблюдались, но тоже понятно, что лучше остерегаться. Этот слайд сделан просто для того, чтобы показать, что кроме животных есть вообще много чего, что можно фотографировать в городских парках, это все живое, иногда непонятно, что это, но иногда это даже определяется. Так, я тут повторюсь на самом деле вот со слайдом Нины, то есть у нас очень обширные возможности исследования города, по сути дела у нас небольшая часть территории административных в административных границах исследована, поэтому тут даже некоторые дачники вполне могут в этом поучаствовать, даже не зная того, что они в этом принимают участие. Так, ну и вот хочу сказать, что на самом деле нынче в России участвуем не только мы, мы участвуем в официальном зачете, то есть будем фигурировать в общемировом табло, вот в этом, но в принципе нам есть с чем позиционироваться, вот есть проект в принципе по России и Крыму, вот мы здесь единственные, с новым логотипом официальным, и вот соответственно остальные города тоже будут пытаться нас обогнать, но в мире об этом не узнают, поэтому тут ссылки на проект по Екатеринбургу, по России и на общемировое табло, то есть можно смотреть за такими натуралистическими баталиями. на этом я закончу, наверное Дина сейчас тоже расскажет еще более частные видимо вещи и потом вопросы будут. Ну мой доклад был анонсирован, как сделать 2000 наблюдений за 3 дня и не сойти с ума. Я, поскольку я зануда, я уточняю, что за 4 дня только будет идти Сити Нити Челлендж и я решила доклад изменить и сфокусироваться на том, не на количестве наблюдений, а как сфотографировать 425 видов за 4 дня. Потому что сделать много наблюдений достаточно просто. Даже можно в течение одного дня, если пойти в лес и сфотографировать каждую сосну, вы можете, наверное, и 10 тысяч наблюдений сделать легко. К тому же сосну фотографировать легко, но это скучно и неинтересно, никому не нужно. Вот мои наблюдения в течение предыдущего турнира прошлого года. Здесь на круговой диаграмме представлены виды, как распределены виды по крупным токсономическим группам. И видно, что основная масса видов сделана это растение. Это 64%. То есть если вы хотите как можно больше найти видов, растения должны быть вашим главным объектом. Где искать виды? Для того, чтобы найти такое большое количество видов растений, нужно посетить как можно больше биотопов. Это должен быть и лес, и болото. Болот около Екатеринбурга много. И скалы, поляны, южные опушки лесов, берега водоемов, железные дороги тоже очень интересны. Окрестности садов. Около садов часто убегают растения скульптуры и они тоже считаются как одичавшие дикие растения. Но если даже вы пройдете, составите маршрут, чтобы охватить как можно больше биотопов и просто по дорожкам пройдете, пытаетесь сфотографировать все, что увидите, вы очень много видов не найдете. Для этого у меня специальная методика поиска. Это один мой день маршрута в Калиновском лесопарке. Это в 21-м году было. Для того, чтобы найти виды, нужно сходить с дорожки. Вы идете по тропе, смотрите, какие растения попадаются, потом сходите с тропы, делаете петлю в лес, становитесь на четверинки или садитесь на корточки и начинаете тщательно обследовать с близкого расстояния землю. Многие растения весной очень маленькие и незаметные. С высоты роста, еще во время движения, вы просто пройдете мимо и не увидите их. Поэтому сошлись дорожки и примерно площадку где-нибудь 10 на 10 или 20 на 20 метров тщательно обследуйте. Помимо растений вы можете увидеть насекомых, пауков, одновременно осматривайте сгнившие бревна, отдирайте от них кору, заглядывайте, там могут быть насекомые, лишайники на коре деревьев, переворачивайте бревно или камень, там тоже кто-нибудь сидит, дождевой червяк или насекомые. Потом обратно возвращаетесь на дорожку, идете дальше, видите, что растительность сменилась, березовый лес стал сосняком или берег речки появился. вы делаете опять петлю и опять осматриваете новую локацию. И вот так за ичьими петлями, то есть маленькой врезке вы можете увидеть какой-то извилистый, фигзагообразный маршрут получается. Ну конечно, чем больше вы пройдете, тем больше вы найдете. Вот здесь маршрут где-то километров на 20, наверное. вот примеры малозаметных редких растений, которые можно обнаружить в это время. Например, калипса луковичная, гудагера ползучая, это маленькие растения еще нецветущие, это орхидеи в нецветущем состоянии и их листики сантиметра 2-3 размером. Чтобы такое найти, надо только ползать. смотреть с близкого расстояния. Вот несколько дней назад справа можно увидеть два наблюдения, которые я сделала 10 апреля этого года. Мерингия трехжилковая и гроздовник многораздельный. Нашла их в тех местах, которые я уже многократно посещала. Вроде сейчас еще растений практически нет, но можно найти новые для себя виды. у меня больше 700 видов по Свердловской области сфотографировано, но все равно даже в знакомых местах находятся виды, которые я еще раньше не встречала и даже в начале апреля. Помимо живых растений, обращайте внимание также на засохшие прошлогодние растения. вы можете найти такие виды, которые сейчас даже в виде маленьких побегов отсутствуют. Купальница европейская, купена душистая, ластовень лекарственный. Иногда бывает, что у растения появились маленькие живые прирозеточные листья, но по таким листьям определить растение сложно. Но из этих прирозеточных листьев торчит прошлогодний цветонос. Фотографируйте обязательно его, для того, чтобы облегчить определение. Для того, чтобы легче определить бывого растения, надо знать, что фотографировать. Информацию об этом можно получить в определителях. Но определители читать обычно скучно и для того, чтобы понять, что там написано, надо хорошо разбираться, как устроено растение. Ботаники из МГУ запустили на Ютубе два образовательных канала «Лектории флоры России» и «Осина с апельсинами». «Осина с апельсинами» кандидат биологических наук Ксения Додова. На лектории флоры России специалисты с разных концов страны рассказывают на разные темы, интересующие «Осина с апельсинами» для того, чтобы повысить информированность любителей. Вот, например, одна из недавних лекций Юрия Копылова-Гуськова «Как определять зваки на натуролист?» И вот один был там слайд, что и как нужно фотографировать у зваков, чтобы вам их определили. Для этого надо фотографировать и общий вид звака, соцветия и крупно отдельные части растения. Это и влагалище стеблевых листьев из зоны язычка, то есть то место, где лист отходит от стебля крупно соцветия. веточки соцветия, колоски и даже подземную сферу, что я сама никогда не фотографировала, никогда не вырывала растения. Но рекомендую, например, мятлики, даже не цветущем виде, можно различить, если их выбрать и посмотреть, как устроена их корневая система. Весной фотографировать растения одновременно проще, потому что многих частей у них еще нет. Поэтому одновременно проще и в то же время сложнее определяйте. То есть не все, что фотографируете, будет возможно в принципе определить. я вам расскажу про те группы, которые будем фотографировать так раз в конце апреля, начале мая в таком состоянии, в котором они есть и на что обращать внимание при фотографировании. Вот первая группа березы. 59% было определений до вида в прошлом году на Сити Нэти Челленджи. Обычно люди фотографируют просто дерево и оно у них висит потом неопределенным только определением дорода. Потому что для этого у нас два основных крупных вида, которые формируют крупные деревья. Это береза повесовая и береза пушистая. Отличаются они опушением побегов. Также еще и листьями, но поскольку листьев еще не будет, надо крупно сфотографировать веточки. Есть у них опушение или нет опушения. Тогда гарантированно будет определение. И очень сложно для определения группа. 35% определений только для вида. Для того, чтобы повысить шансы определения, нужно три основных кадра сделать. Общий вид дерева, чтобы видно было, какую форму имеет большого дерева, куста. Это тоже важно. Крупный побег, чтобы видно было, форму чешуй, опушение, цвет побега. И обязательно листья. Поскольку листья в это время еще не будет, то под деревом ищем прошлогодние листья. Выбираем наименее скрученные, подбираем так, чтобы они были с двух сторон представлены, и тоже фотографируем. Если его козью он, скорее всего, почти все наблюдения определяет, то какие-то более редкие, интересные и ивы часто остаются без определения. Потом летом, если вы будете фотографировать ивы, то же самое, побег, общий вид и листья с двух сторон. Шиповники. 55% определений только. У нас в области фотографировали шесть видов шиповников. Вот эти представленные три, это наиболее массовые виды. Если шиповник иглистый и шиповник морщинистый довольно легко определяются, то шиповник майский будет очень в весеннее время сложно отличить от шиповника гололистного. Они очень похожи. Отличаются листьями, но листьев сейчас нет. Что нужно фотографировать в первую очередь у шиповников? Это плод и плодоножку. То есть форма плода, есть ли там какие-то железки, колючки. Фотографируем шипы. Шипы должны быть фотографированы на генеративных побегах, то есть на тех побегах, на которых есть плоды. И ближе к верхней части, потому что внизу большинство шиповников очень колючие и не имеют уже своих характерных видовых особенностей. листья. если есть листья, фотографируем листья. В летнее время фотографируем тоже листья с двух сторон, потому что имеет большое значение опушение нижней стороны листа. И потом, когда шиповники зацветут, фотографируем не только шиповник, цветок шиповника, но и обратную его сторону, и там уже есть зависть, и по этой зависти уже тоже можно определять. Грушанки это такие вечно зеленые растения, которые в лесу сейчас будут больше всего бросаться в глаза, и большинство людей фотографируют только листья. Определение у них идет по цветоносам, по пестикам. Вот у грушанки маленькие пестики, очень маленькие, и едва выглядывают из коробочки, а грушанки круглолистые, длинные и извилистые. Есть еще несколько видов грушанок, у них тоже пестики отличаются, поэтому грушанки соцветия часто сохраняются и переживают зиму в засушенном виде, они такие жесткие, поэтому ищем прошлогодние соцветия и их обязательно фотографируем. А без соцветия можно и не фотографировать даже. грушанки грушанки и не грушанки и не грушанки Но поскольку это сухостой, то это можно и сорвать, и саграфировать. Большинство растений мы снимаем, сидя на земле. Еще одна группа сложная для определения лобчатки. Для определения лобчаток нужно снимать внешний вид растения, и лист обязательно и сверху, и снизу. И потом, когда пойдут цветы, снимаем цветы и сверху, и с нижней стороны. То есть вот два очень похожих вида, но без этого сложно их различить. Папоротниковые. В прошлом году из этого класса было сфотографировано 13 видов. Причем 13 видов было у меня. Максимальное количество видов, которые сфотографировали другие участники, это два вида. В такое весеннее время в зеленом состоянии из папоротников сохраняется только щитовник артузианский, и его в основном и фотографируют. То есть если вы увидите зеленый папоротник в начале мая, то это щитовник артузианский. Еще есть многоножка, но она растет на скалах и имеет очень характерную форму, которую ни с кем не перепутать. А большинство других папоротников в это время еще не выросли. Но всегда можно найти в большом количестве засохшие прошлогодние листья. И фотографируем сами листья крупным планом, небольшой фрагмент листа, для того, чтобы была видна его форма. И фотографируем нижнюю сторону с соросами, эти черненькие на нижней стороне листа. То есть это является важным диагностическим признаком. Но все равно фотографируем нижнюю сторону листа. Среди хвощей в это время будет основана на хвощ полевой. Вот такие генеративные побеги большинство других хвощей только начинают вегетировать. И поэтому это все будет зависеть от весны, вырастут они или не вырастут. Но тоже можно найти в засушенном виде и фотографировать крупно. Для того, чтобы видны были эти междоузли и пазухи, какие там мутовки зубчиков. Мутные растения нужно фотографировать, вытащив их из воды. Потому что в мутной воде многие признаки сложно сфотографировать. Фотографируем также общий вид и отдельно крупным планом, отдельные детали. Край листа, нижнюю сторону, урязки нижнюю сторону для определения. Можно вот так вот на пальце, чтобы легче сфокусироваться. По определению это у меня последний слайд. То есть в это время не все растения имеют все свои органы. Поэтому иногда вам даже будет нечего выбирать, а вы увидите только мутовку листьев или один-единственный листочек. Тогда фотографируйте, как есть. Если это голые побеги, ищите листья под растением. И пытайтесь сфотографировать как можно больше деталей, тогда шансы на определение повысятся. Но все равно не надо стараться определить все свои наблюдения до вида. Иногда просто, как бы хорошо вы ни сфотографировали, определить невозможно, потому что каких-то деталей еще нет. И в это время растение неопределяемо. Поэтому махнуть рукой на это. А теперь хочу рассказать рекомендации по фотосъемке. Иван рекомендовал выделять красным кругом или дублировать наблюдения. Я рекомендую вырезать нужные растения из кадра, для того, чтобы в кадре был только один вид по центру. То есть сразу старайтесь сфотографировать так, чтобы у вас в кадре было не 10 видов, а только одно растение. Но если потом при редактировании фотографии вдруг обнаружили, что в кадре есть еще какой-то вид, которого при фотографировании в лесу вы не заметили, потому что оно такое маленькое, то лучше его вот так вырезать и сделать отдельно. Тогда и искусственному интеллекту будет легче определить, и он сможет дать вам правильную подсказку, что это такое. И вот так раз как отделить фон и выделить растение, для того, чтобы оно не терялось, не шамени, не всяких веточек, листочков. Фотографируем растение сбоку. И тогда и за ним прижимаем остальные растения, для того, чтобы они не попадали в кадр. Тогда задний фон удаляется, и чем дальше фон, тем он будет более однородным. Если вы фотографируете сверху вниз, то у вас фоном будет земля, она очень близко к растению. И фокус часто может просто не зафиксироваться на растении, а улететь дальше на подстилку. Если фотоаппарат, ну никак не хочет, или телефон, никак не хочет фокусироваться на растении, особенно если такие-то тоненькие веточки, вот как на нижнем свайде перловник поникший, то используем какую-нибудь искусственную подложку. Это может быть рюкзак, у меня вот тут вот это объектив, телеобъектив, на который я положила, фотографировала. Это может быть рука. Многие фотографируют в руке, и тогда фотоаппарату, или чаще всего так делают при фотографировании со смартфона, легко сфокусироваться на руку, как крупный объект в кадре, и тогда будет у вас резким и все растение. То есть здесь мы не обращаем внимания на красивость и художественность фотографии, а главное, чтобы фотография была резкая и все было хорошо видно. Другой способ получить однородный фон, когда у вас ничего нет под рукой однородного, срываете, например, сухая метелка, поднимаете высоко над головой, для того, чтобы фоном сложило небо. Ориентируете так, чтобы солнце освещало, чтобы растение не было темным, и смартфон легко фокусируется на этом растении. Ну и еще такие небольшие уточнения, что если у вас фотоаппарат или смартфон поддерживает рак-формат, лучше фотографировать в нем, потому что позволяет легко осветлить тени, приглушить блики, изменить баланс белого. Бывает, что слишком синий или слишком оранжевый цвет вышел. Потом при фотографировании тоже желательно пользоваться компенсацией экспозиции. То есть или вы снимаете в ручном режиме, или если это авторежим, то пользуйтесь в плюс или в минус в зависимости от ситуации. Для фотографирования птиц чаще всего компенсация экспозиции у вас должна быть плюс 2 третих или плюс 1 стоп, потому что птицы чаще всего маленькие, а фотографируются они на фоне голых веточек и выходят слишком темными, вот как показывал Иван. Чтобы такого не было, и чтобы потом легче было редактировать фотографию и больше деталей сохранилось, рекомендуется делать фотографии более светлыми. То есть следить, конечно, чтобы не было пересветов. А вот насчет растений чаще всего, наоборот, идет компенсация экспозиции в минус, потому что зеленый цвет воспринимается фотоаппаратом чаще всего как более темный, чем он есть. И листья часто имеют глянцевую поверхность и бликуют. Поэтому я ставлю минус 1 треть или минус 2 третьих стопа при фотографировании растений. Ну и проверяйте прямо в лесу, на месте, где у вас получился фокус и нет ли смаза, вышла ли резкая фотография. И тогда не выкладывайте размытые, расплывчатые фотографии, на которых видно, что просто у вас какая-то сухая облиночка в нефокусе. От таких наблюдений нет никакого толку. У меня все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ